Всем привет, с вами Ольга. Ну что, Лауриточка сейчас уснула на свой дневной сон. Эмма пошла играть на планшете, у меня освободилось время, и думаю, как-то провести его с пользой. Решила поприбираться, но мне надо тихо-тихо, чтобы не разбудить ребенка. И я так подумала, что же можно сделать, чтобы не брякнуть, и в то же время дом стал чище, и кое-что придумала. Ну, самым первым делом я подготовила себе уголок для того, чтобы погладить белье. Сегодня я поглажу мои блузочки, рубашечки, а пока я это делаю, хочу ответить на вопрос подписчицы. Меня спросили, как я веду семейный бюджет, и ответ – никак. Так, но это заставило меня призадуматься, а почему, собственно, я не веду никакого бюджета, ведь это, ну, кажется правильным, это нужно, это рационально. Ну, в общем-то, я разобралась, в этом у меня и есть свои причины. Во-первых, мне кажется, семейный бюджет ведется, когда у вас есть определенная цель – жизненная, финансовая. Это, например, ну, не хватает денег, не хватает дохода на нужды, и смотришь, на что ты тратишь деньги, ведя бюджет, где ты можешь сэкономить. У кого-то, может, другие причины, наоборот, есть цели – съездить в отпуск, купить машину, там, приобрести квартиру, вот что-то такое. Но в нашей жизни сейчас, именно в этом промежутке времени, никаких таких целей нет. От своей старенькой машины мы избавились, новую брать не собираемся. И если бы мы хорошую, крутую тачку купили, нам Arbeitsamt, Socialamt стал бы задавать вопросы, откуда у вас вообще такие деньги. То есть, с одной стороны, можно копить, с другой стороны, ну, зависит от количества. Когда у тебя много денег в Германии, социальные деньги тебе не платят, неважно, какой у тебя статус, если у тебя на банковском счете приличная сумма, то тебе не положены социальные деньги. А на данном этапе жизни, пока мой муж учится, мы, можно сказать, социальщики. У нас, ну, до того маленький доход, что, ну, я бы сказала, мы принадлежим к самой бедной нише в Германии. Он студент. Студенты, они в Германии студенты, стипендия, ну, в кавычках стипендия, довольно маленькая. Я в декрете шестой год. Мне уже никто ничего, никакие деньги не платит, я получаю социальные деньги. И нам хватает. Вот на наши нужды сейчас, как мы живем, нам, в принципе, хватает. Мы не бедствуем. Думаю, причина вовсе не в ведении бюджета, а в том, что мы с мужем совершенно одинаковые, мы не транжиры. Мы абсолютно не транжиры по своей природе. Плюс еще после расхламления я, ну, сейчас действительно три, может, пять раз подумаю, прежде чем что-то купить. Что-то купить в дом, что-то из одежды себе купить. Но в то же время, если нам что-то надо, то мы идем и покупаем. Причем стараемся покупать что-то хорошего, качества, пусть будет подороже. Потому что правдива поговорка, скупой платит дважды. Честное слово, я сколько раз уже жалела, что что-нибудь дешевое брала и решила, нет, надо брать качественные вещи. Детям, может, не всегда, зависит от того, что это, потому что они растут быстро, израстают из игрушек, из одежды, из обуви. Вот, а себе-то уже, ну, точно уже не сильно, если только растолстеешь, но хочется держать себя в руках. Вот, и поэтому очень обдуманные у нас покупки, очень обдуманные траты. В отпуск мы ездим крайне редко. То есть, если мы захотим куда-то поехать, то поднатужимся и на этот случай накопим или выделим денег. И получается, что у нас нет вот таких вот явных целей, к которым надо идти, чтобы составить бюджет и смотреть, что у тебя где как. Но так будет не всегда. Когда Ахмат пойдет работать, пойду работать, скорее всего, и я. И тогда у нас доход изменится и будет уже возможно ставить какие-то цели. И тогда мы станем вести семейный бюджет. Я не сказала бы, что мы будем больше экономить или меньше. Мы просто сориентируемся, как оно будет. Уже исходя из этого, тогда будет планирование. И тогда уже я отзеркалю этот вопрос вам. Может, вы к тому времени наработаете какие-то лайфхаки, что-то можете подсказать, что как так лучше. А сейчас, к сожалению, я не веду бюджет никак. В этот день я решила помыть раковину и пол ванной, а все остальное было чистым. Потому что буквально вчера вычищала унитаз. Я вообще очень часто мою унитаз в нашем доме. Мне так спокойнее, когда он чистый. Потому что я хотела после этого помыть косметические кисточки свои. И знаете, вот в этот момент мне так хотелось включить пылесос и просто весь этот мусор всосать. Но нет, нельзя. Малышка спит, хотя он не сильно громко жужжит, мой пылесосик любимый. Но рисковать не хотелось, мало ли что. И поэтому я так тихонечко сначала сухими салфетками прошлась, шваброй своей. Потом влажные салфетки надела и протерла вот так вот пол. Стало намного приятнее находиться в ванной комнате. Я достала свой силиконовый розовый коврик и вот такую подставку для сушки кисточек. Вот. И теперь просто детским мылом и водой отмываю вот эти вот кисточки свои косметические. Мне очень понравилась эта система. Моются они быстро. Вот этот коврик, он на липучках прилепляется к раковине. И он ребристый, на нем такие пупырышки всякие. И за счет этого кисточки очень быстро очищаются. Я мыла их на два раза. Сначала, видите, какая грязная пена становилась. А уже когда второй раз мыло наносишь, уже практически ничего нет. И считаю, что они хорошо вычистились. Вот. Может это тоже в тему семейного бюджета, но вот эти вот силиконовые коврики я покупала на Алиэкспресс. Кстати, если вот эти покупки тоже очень хорошо продумывать, то тут тоже можно сэкономить. Я сейчас не агитирую покупать на Алиэкспресс. Я лично это делаю очень осторожно. Например, этот силиконовый коврик. Он бы не сломался по дороге. Ну, если продавец его выслал, он, скорее всего, дошел бы. И я брала два штучки. Моей сестре еще брала. И поэтому считаю, что я, ну, чуть-чуть сэкономила денег. Но пришлось несколько месяцев ждать доставку. А мне было не срочно. Но что касается вот такой подставки, они там тоже есть на Алиэкспресс. Но я не стала рисковать, потому что они чуть подороже и могли сломаться по дороге. Я уже ее брала на Амазоне. Я себя чувствую как покупатель, более защищенный на Амазоне. Если что-то не так, не дойдет или что-то сломанное будет, то, ну, как-то легче, проще обратиться. Это будет все явно на немецком языке, либо на английском можно легко связаться. Потому что на Алиэкспресс какой-то перевод, ломанный язык и немножко какое-то недопонимание. Как бы я там немного не уверена. Ну, вот таким вот путем все-таки пытаюсь экономить деньги. Чуть-чуть. Уборка после уборки, да? Как всегда. И мои кисточки готовы. Сушились они у меня, ну, больше одного дня. Может быть, два дня. Но у нас влажность высокая. Мой утюг остыл. Это местечко я тоже прибираю теперь. И что я еще придумала сделать тихонечко, это чистый пол. Тот мусор, который нападывает за один день. Немножко волоски, немножко пыли, чуть-чуть мусора. В области вокруг стола, конечно, крошечки бывают какие-то, которые, ну, после уборки стола, может быть, не совсем захватишь. Все это отлично прилипает на вот эти вот сухие салфетки свифа. Тут даже умудрилась успеть пыль протереть. Такой столик из Икеа на нижнюю полку забивается очень много пыли, а выдирать ее там оттуда очень неудобно. Я это делаю влажными салфетками. Девочки, расскажите, пожалуйста, вы прибираетесь, пока дети спят? Вообще рекомендуется отдыхать. Но дело в том, что когда вечером все ложатся спать, я настолько вымотанная, и посидишь с Эмой в темноте, такой у меня венечек, его Эмма очень любит. Часок посидишь в темноте, а потом уже можешь только спать идти, больше ничего не можешь делать. После уборки все чистенько, и когда я не могу. Когда Лаура проснулась, мы решили замечательно провести время, сели на велосипеды и поехали в Макдональдс. И это было там так миленько, как девочки вместе ели мороженое. Я обожаю этот момент. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до новых встреч в следующем видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!